В этот день 20 июля 1658 года патриарх Никон демонстративно удалился из Москвы в любимый Воскресенский Новоирсалимский монастырь. Это случилось после серьезного наступления государства на права церкви. 20 июля 1869 года родился Владимир Набоков, юрист-политик, отец писателя Владимира Набокова. Юрист, депутат Государственной Думы Владимир Набоков – часть благородного и видного семейства. Его отец – министр юстиции Александра Второго, сын – писатель, классик как русской, так и американской литературы. Владимир Набоков был профессором уголовного права, одним из основателей дореволюционной партии кадетов и редактором его печатного «Рупора» газеты «Речь». Как сказал о нем князь Оболенский, богат, красив, умен, талантлив, образован, с большими придворными связями. Карьера перед ним открывалась блестящая, но в отличие от молодых людей его круга, Набоков был склонен к либеральному образу мысли. Такой человек прекрасно знал и что такое долг. Долг призвал его в ряды армии в Первую мировую. Своим долгом он счел защитить главу своей партии Милюкова в Берлине, уже в эмиграции, от покушения террористов-фанатиков. И сам принял в себя три их смертельные пули. Как считается, 20 июля 1882 года начались испытания самолета Можайского. Был он на паровой тяге. Имя пионера российского самолетастроения впервые вошло в историю, когда он принял участие в плавании фрегата «Диана» к Японии. Дело в том, что моряки пережили катастрофу, удар цунами, который разбил их корабль в бухте Хеда. Так вот, лейтенант Можайский спас с борта корабельные чертежи, по которым при помощи японцев построили новое судно. И на нем вернулись на родину. Запомнили его имя, как Модзая. И сами японцы, потому что для них это был первый опыт современного судостроения. Можайский еще немало пробыл на Дальнем Востоке. Позже подробно описал берег Аральского амбори, амударьи. И, наконец, серьезно заинтересовался вечным вопросом, а почему люди не летают. Началось с теоретических заключений. Для возможности парения в воздухе существуют некоторые отношения между тяжестью, скоростью и величиной площади или плоскости. И, несомненно, то, что чем больше скорость движения, тем большую тяжесть может нести та же площадь. Затем, в 1881 году он запатентовал воздухолетательный снаряд. Что-то вроде будущего самолета, но на паровой тяге. Для строительства прототипа изобретатель был вынужден даже заложить их с женой обручальные кольца. Наконец, в следующем году начались испытания. Увы, тогдашние паровые машины в 10-20 лошадиных сил нужную мощность дать не могли. Аэроплан полноценно взлететь не сумел. И все же это был весьма ценный опыт. Первая в России попытка подняться в небо на аппарате тяжелее воздуха. Правда, эксперименты с самолетом Можайского проходили в обстановке военной секретности. Поэтому многого о них мы не знаем. 20 июля 1929 года был основан город Игарка на Енисее. Первый советский город на вечной мерзлоте. Достопримечательности Гарки, музей вечной мерзлоты. 20 июля 1941 года на стенах Брестской крепости была оставлена последняя надпись ее защитников. «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». 20 июля 1955 года был открыт для свободного посещения историко-архитектурный ансамбль Московского Кремля. Ранее, с 1918 года, как резиденция советского правительства, он был закрыт. 20 июля 1966 года принято решение о строительстве Волжского автомобильного завода. Тольятти – город с почти итальянской судьбой. Когда-то Ставрополь на Волге. В 1064 году его переименовали в честь лидера итальянских коммунистов Пальмира Тольятти. А в 1966 году стало ясно, что здесь скоро появится масса итальянских инженеров. С начала июля приняли постановление правительства о строительстве тут Волжского автозавода, который бы заполнил советские города новыми массовыми легковыми машинами. А в августе президент итальянского ФИАТ Джанни Аньели договорился с Министерством автомобильной промышленности, что именно его спецы организуют это производство. За основу новой советской ласточки был взят ФИАТ-124. На родных просторах ФИАТ получил название ВАЗ-2101 или Копейка. Официальное название «Жигули» было предложено русским конструктором «Черным» и утверждено директоратом в 1967 году. А в апреле 1970 года были собраны первые 60 авто. В 1972 году на международной выставке «Жигули» был вручен автомобильный «Оскар» – приз «Золотой Меркурий». А первая модель, Копейка, стала к тому же самой массовой легковой моделью в СССР. До 1988 года было выпущено почти 5 миллионов таких машин. Таким был этот день, 20 июля. Редактор субтитров А.Семкин